Привет, мальчишки и девчонки! Ну что, начинаем второй день пребывания в отеле Парк Крестовский, где у нас сегодня будет проходить очередной турнир, который называется Санкт-Петербург Оупен. Сегодня будет, ожидаются участников чуть-чуть поменьше, потому что после вчерашнего дня ноги разъехались, но тем не менее, посмотрим, уже все равно кто-то играет, кто-то у нас уже играет, это хорошо, это замечательно. Регистрация у нас до 10 часов утра, на часах 9.34. Сейчас зарегимся. Что, Боря, нормально сегодня? Будем побеждать? Так, чемпионка вчерашняя уже. Снова регистрируется. Снова хочешь победить всех, да? Нет, я вчера не хотела. Не хотела, с самого так вышла. Здрасте, 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 ничего. Народ повалил, повалил 10 часов. Так, уже залился, первым делом иду добрать количество воды на целый день, вчера бегал пару раз, плюс еще за кипяточком. Кстати, было бы неплохо, если бы на будущее организаторы ушли этот момент, что, ну, один кулер раз стоит в углу здания, почему бы его не принести поближе к месту проведения соревнований? Ну, кто знает, куча дел и без того хлопот полно. Ну, вот, вода все-таки, я считаю, должна присутствовать возле проведения соревнований по участникам, потому что пить вообще очень хочется. Вода, это жизнь. 5-3, да, с такой манерой броска. Скоряво это, не зал, с которым ты играл. Нет, тот третье место в итоге, да. Наталья, привет. Как дела, выспалась? Добрый. Ну, все, нету, надо почитать. Я буду стараться. Обещаешь? Все, Евгений обновил гардероб. Да ты мотник, привет. Я буду мстить больше. Правильно. Только не мне, надеюсь, но я больше надеюсь, я с тобой не попаду. Мне бы все-таки хотелось поиграть больше с иностранцами, с ребятами, с незнакомыми. Чего с этими теми же все время играть? Мы же за опытом приехали, получать международный опыт. Максимка, его пасит, его пасит по утроениям. Чего скажешь тем молодым, кто не приехали? Из молодежи зря, да? Сейчас тебя здесь прокачают как следует. Приедешь на первенство и покажешь, почем фонд лихо. Вас засняли, да. Уже не первый раз причем. Привет. Ну что, насмотрелся на тут сопримечательности? Да, насмотрелся. И что, как? Понравилось? Яйца Фаберже. Отличные яйца. Отличные яйца. Так, ладно, хватит ржать. Давайте уже кидать дротики. Блин, Телик, ты с мишени на мишени бегаешь. Это и там, и там, и сям. Все мишени пометил. Ну и присяду хоть. Снимает, да? Да, да, снимает. Интервью? Да, интервью. Короче, вчера я проиграл чуваку какому-то по фамилии Горбунов, да. Он очень жестко играл. Засыпал меня триплами, даблами. Делал, что хотел. Откуда, непонятно. Хотел затаить на него лютую злобу, но как-то потом передумал. Все-таки молодой, самый перспективный российский спортсмен, самый быстрорастущий, можно сказать. Глядишь, через годик-другой чемпион России, а там, глядишь, участник чемпионата мира. Как? Мне сказали, что он с какого-то Урала. Где это вообще в России находится? Какое-то место, где там нет людей вообще, одни медведи ходят. Половин больше медведей, чем людей. Я знаю, медведи в дартс играют мало. Они в основном на балалайках, я по телевизору видел, да. Как при таком отсутствии спарринг-партнера он добился таких успехов, непонятно. Даже с учетом медведей. Все, тебе расскажи. Кажды. Короче, у меня там в этом Урале, где это находится, есть место Златоуст, там у меня родня живет. Есть такое, да. Да. Если он мне сегодня попадется на Олимпийке и выиграет меня, все, я звоню родне, они ищут, едут в этот Урал, ищут берлогу, где он живет, этот Горбунов, и спалят нахрен то дерево, на которое у него мишень прибита, бляха. А мишень занесут в лес, чтобы медведи дальше тренировались бы. Все. Вот так вот в дартсу надо устранять конкурентов в дверях. Молодец, спасибо.